В России зарегистрирован первый случай оспы обезьян. Разговариваем о ВИЧ с главным героем сериала «Нулевой пациент» и не только. Russian Cyber Village in Real Life. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Амир Ахтямов. В России зафиксирован первый случай оспы обезьян. Стоит ли ожидать возвращения масочного режима, QR-кодов и полного локдауна? Узнайте в следующем сюжете. Вернувшись после путешествия по европейским странам, российский турист обнаружил на теле характерную сыпь. После проведения анализа биоматериала выяснилось, что пациент привез с собой стремительно мутирующий вирус – оспу обезьян. Этот случай стал первым зарегистрированным случаем оспы обезьян в России. На самом деле в 1959 году была аналогичная ситуация, когда турист из Индии привез натуральную оспу в Москву. И тоже его выявили не сразу, то есть он сошел с самолета, пошел в Москву и в общей сложности сконтактировал с 9 тысячами людей в том или ином местах. Но даже тогда, когда пришла в Россию, в Москву заразная натуральная оспа, власти Советского Союза на тот момент очень эффективно выявили всех контактеров, изолировали, поместили на карантин и не допустили вспышки заболевания. Оспа обезьян является ДНК-вирусом. Это значит, что мутирует он гораздо медленнее РНК-вирусов, число которых входит COVID-19. Однако ученые все же озадачены тем, что темпы мутации выше, чем ожидалось. Конечно, серьезные опасения вызывают и то, что теперь вирус стал заразнее. Оспа обезьян длительное время может протекать бессимптомно и при этом передаваться от человека к человеку. Что настораживает, что заболевание проявилось сразу в нескольких странах, причем пациенты зачастую никак не были связаны друг с другом. То есть не удается проследить так называемого нулевого пациента, кто послужил распространителем этой инфекции. И, как я уже сказал, возможно, это связано с тем, что болезнь немножко изменила свое течение и люди становятся заразными до того, как у них появляются первые симптомы. Эксперты подчеркивают, что ситуация находится под постоянным контролем соответствующих органов и рекомендуют при обнаружении любых симптомов обращаться к медицинским специалистам. Маргарита Михайлова, Никита Атниншин, Универ Ньюс. Синдром приобретенного иммунодефицита часто путают с вирусом иммунодефицита человека. Разбираемся в разнице и рассказываем об истории ВИЧ-положительных в следующем материале. Уже более 30 лет с того самого момента, как был описан синдром приобретенного иммунодефицита, не удается поставить под контроль пандемию инфекции вируса иммунодефицита человека, вызывающего развитие этого заболевания. В обществе распространено мнение, что основные поставщики ВИЧ – это люди, практикующие рискованный образ жизни. Мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией, потребители инъекционных наркотиков и лица, ведущие беспорядочную половую жизнь. Однако потребителей инъекционных наркотиков и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией среди инфицированных становится все меньше, а вот зараженных при гетеросексуальных контактах все больше. Быстро растет и количество ВИЧ-инфицированных женщин. Как следствие, резкое увеличение числа детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. Сегодня мы назначаем лечение всем пациентам сразу с момента инфицирования и с момента постановки на учет, для того, чтобы не было вот этих прогрессирований и заболеваний. И как следствие, если человек не лечится, не наблюдается, то это естественное течение болезни, переход в синдром приобретенного иммунодефицита человека. Сегодня есть лечение, оно доступно, оно бесплатно, оно очень эффективно, и благодаря этому мы людям, живущим с ВИЧ, помогаем, наблюдаем, объясняем. В настоящее время ВИЧ-инфекция является одной из важнейших медико-социальных проблем, поскольку число ВИЧ-инфицированных продолжает неуклонно расти во всем мире, охватывая все больше людей. Наибольшее беспокойство у людей вызывало возможность заразиться при бытовом контакте или через воздух. Однако давно доказано, что основной способ передачи вируса – это попадание крови и других биологических жидкостей на слизистую или поврежденную кожную оболочку человека. Так что же представляет из себя этот ВИЧ? Самое плохое то, что в первое время ничего практически не происходит. То есть те симптомы, которые проявляются, когда вирус иммунодефицит распространяется по телу человека, это не специфические симптомы, то есть они могут быть похожи на симптом обыкновенной простуды, и более того, через какое-то время они ослабевают и вообще уходят. И человек, если не знает, что у него в организме находится вирус ВИЧ, он долгое время этого знать не будет. Инкубационный период, период проявления уже какой-то специфики, может длиться месяцами и даже годами. Если со взрослыми людьми все более-менее ясно, то вопрос инфицированных детей в стране по-прежнему стоит остро, ведь дети ни в чем не виноваты. О детях со знаком «плюс» открыто начали говорить уже давно, однако отечественный сериал «Нулевый пациент», вышедший в конце мая 2022 года, вновь сбудоражил сердца каждого. Главная тема российской драмы – Советский Союз, неизвестность и непринятие западной болезни, и дети, которые стали заложниками вспышки ВИЧ-инфекции. Это поломанные судьбы. Травля, отсутствие извинений за произошедшие и компенсации причиненного вреда. Больше половины пострадавших не успели дожить до создания действенной терапии, а те, кто выжил, до сих пор не готовы показать свое лицо и говорить о болезни открыто. Главный актер сериала Оскар Ильясов, который проживал эту историю вместе со своим героем, врачом детской больницы Кирсаном Аюшевым, рассказал о своем пути в мир ВИЧ. Что касаемо моего мировоззрения, оно до сих пор меняется, потому что даже тот повод, по которому я прилетел сюда, это как бы продолжение истории всей этой, поэтому оно меняется. Вот за пару дней на слете ВИЧ-положительных детей, который организовывает фонд Светланы Замбаевой, за эти пару дней меняется сильно. Я как будто повзрослел просто за эти двое суток. Общаешься с детьми, они рассказывают свои истории, они такие жизнерадостные, и это что-то меняет. То есть я в процессе нахожусь сейчас, я не могу сформулировать, что именно, но трансформация происходит, безусловно. Несмотря на все большее расширение эпидемии ВИЧ, заражения можно избежать. Правила профилактики просты, но надежны. Чтобы полностью предохранить себя от заболевания, необходимо регулярно проходить медицинские обследования и профилактические осмотры. Не употреблять наркотики и другие психотропные вещества. При сексуальных контактах пользоваться средствами контрацепции и избегать контакта с любыми инструментами и материалами, на которые могла попасть кровь другого человека. Если говорить о тех людях, которые не ходят к врачам, которые не обращаются за медицинской помощью, то через какое-то время у них начинаются разнообразные обычные болезни, которые продолжаются необычно долгое время. Или у них возникает испаление лимфатических узлов на шее и далее уже прочих лимфатических узлов. Проявляются различные характерные для синдрома, приобретенные иммунодефицита, онкологические заболевания. Вот уже по этим признакам врач может определить, что у человека развивается симптоматика СПИДа. Пройти тест на ВИЧ можно в любом учреждении здравоохранения по месту жительства. Кроме того, существует возможность анонимного обследования с предварительной и последующей консультацией врача. Такое обследование проводится в кабинетах психосоциального консультирования и анонимного обследования, которые можно найти в учреждениях здравоохранения и центрах профилактики и борьбы со СПИДом. Во всех указанных учреждениях граждане Российской Федерации сдают анализ на ВИЧ абсолютно бесплатно. Универсальные солдаты на сельскохозяйственном поле, который в скором времени полностью заменит человека, они работают без зарплаты и больничных, перекуров и выходных, днем и ночью, в туман и дождь. Их глазами являются камеры, а мозгом – интеллектуальная система, способная полностью контролировать и управлять движениями и функциями техники. Об универсальном беспилотном тракторе и о совместной разработке ученых Казанского федерального университета смотрите в следующем сюжете. С проблемой стареющего населения и нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве сталкивается большинство развитых стран. При этом спрос на сельхозпродукцию неуклонно растет, что создает угрозу для продовольственной безопасности стран и мотивирует фермеров активно внедрять автономные технологии. Беспилотные тракторы и техника уже успешно справляются со многими трудоемкими задачами – посадка, прополка и уборка овощей и плодов, опрыскивание и борьба с сорняками, внесение удобрений и полив культур. В рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» Институтом вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета совместно с МТЗ «Татарстан» был разработан макетный образец беспилотного трактора. Являемся лидерами, по крайней мере, по методологии беспилотного транспорта. То есть за последние достаточно большое количество лет, последние 8 лет, нами был создан аппарат, аппаратное обеспечение, которое позволяет быстро и эффективно автоматизировать любые виды техники данного конкретного заказчика. Очередным заказчиком является нашим партнером Минский тракторный завод, с которым мы на текущий момент проводим работы по выпуску в формате прям аксессуаров, опций, систем автоматизации различных их видов тракторной техники. Напомню, что совсем недавно в Екатеринбурге прошла международная промышленная высовка «Инопром». В рамках мероприятия была представлена экспозиция трактора, в том числе образец сельскохозяйственной техники, высокой степени автоматизации на базе трактора «Белару-152». Кроме механических всех совершенствений, то есть там были поставлены различные печатные платы, то есть он полностью электрифицирован, полностью оборудован компьютерной техникой, опять же в рамках макетного образца, необходимого совершенствовать уже до опытного, до серийного изделия. Пока что в рамках макетного образца беспилотному трактору требуется небольшая доработка в системе навигации. Сейчас он ориентируется только по машинному зрению. Мы планируем очень много сотрудничать с Минским тракторным заводом, с нашим МТЗ «Татарстан» и перейти уже к разработке тракторов среднего и тяжелого типов, что уже сейчас прорабатывается. Уже проработан вопрос о передаче нам трактора среднего типа для автоматизации. Разработка беспилотного трактора уже заинтересовались в ряде компаний. На данный момент ведутся переговоры. Елизавета Никитина, Тимур Табаров, Фариза Китаглы, Универньюс. Исполняющий обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский в рамках рабочего визита отправился в Киргизскую республику. Целью поездки является обсуждение вопросов, связанных с дальнейшим сотрудничеством и приемной кампанией 2022 года. В состав делегации вошли советник при ректорате по взаимодействию со странами Центральной Азии Рашид Азимов, а также заместитель руководителя аппарата Михаил Чеботарев. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова